Наши ожидания давно уже переполнены. Мы ждем, чтобы наша команда играла в более высшей лиге. Это в регулярном чемпионате ВХЛ, где гораздо больше команд. Это один из самых преданных болельщиков нашей хоккейной команды. Сергей Старегин полюбил игру шайба еще во времена мотора команды 90-х годов. И по сей день верит, что брнаульская команда выйдет под элитный дивизион. В этом сезоне уже прошло более половины матчей. Мы пока идем на первом месте, довольно уверенно. И есть все предпосылки к тому, что мы выйдем в плей-офф, вероятнее всего, с первого места. А дальше в плей-офф, конечно, будут сложные и интересные матчи, но у нашей команды шансы велики. Великие деньги нужны, чтобы «Динамо Алтай» играли на уровне выше. На прошлый год общий бюджет клуба составлял порядка 65 миллионов рублей. А чтобы играть в высшей лиге, нужно в два раза больше. Для того, чтобы зайти в высшую лигу, минимальный бюджет клуба должен составлять порядка 130 миллионов. А с нового года вообще говорят, что могут поднять до 140 миллионов. Поэтому примерно такой бюджет должен составлять у нашего клуба на грядущий сезон. По словам руководства клуба, все идет своим чередом. Инфраструктура позволяет нам играть в вышки. Но сохраняется и спортивный принцип. Если команда выиграет кубок, мы идем в высшую лигу. Но помощь от Минспорта уже есть. Перед Новым годом клуб приобрел новую форму. Общей стоимостью 5 миллионов. Сегодня министр спорта Край Алексей Перфилев подчеркнул. Готовность выйти на новый уровень у нас есть. Мы готовимся и к спортивной победе, и к финансовой составляющей. Это бюджет, на который жить должны команды во второй лиге. Но тогда, когда поступление каких-то внебюджетных средств. И на сегодня вот эта составляющая очень значима. Порядка 20-25 миллионов ежегодно вкладывается нашим попечительским советом. Если в хоккее к Олимпу стремятся и для этого все есть, то наши баскетболисты уже в подэлитной лиге. В этом сезоне Барнаул дебютировал в Суперлиге 1. Для сравнения. У команды, которая идет на первом месте, сейчас бюджет порядка 200 миллионов рублей. У нашей же команды 32 миллиона, плюс еще 15% за счет спонсоров. Но чтобы играть в элитной лиге, у баскетболистов вопрос в инфраструктуре. Наша победа не готова принимать матчи такого уровня. Но руководство клуба пока сфокусировались на Суперлиге 1. Тем более, это дебютный сезон. Я скажу честно, я даже пока не увлекался и не разбирался для себя Лигой ВТБ, потому что мы первый год только играем в Суперлиге 1. Только-только выросли в классе. На знакомление еще идет, можно сказать. По большому счету, я всегда об этом говорил, что для нас это определенная разведка боя. Подводя итог, выход есть из любых ситуаций. Тем более, в наше время связка спорт плюс бизнес развивается. И как мы видим, в этом есть положительный темп. Кстати, 2022 год для алтайского спорта будет динамичный. Министр назвал несколько ключевых мероприятий. Ближайшие – это международный турнир по ММА уже 5 февраля. И Кубок России по горным лыжам в Белокурихе 6-8 февраля. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.